Угарные остроты деда Арнольда, у которых голова кое-что напоминает, ну опустим. Я об этом даже никогда не думала, вот пока он это не показал. Матерь Божья, как это развить теперь? Всем привет, с вами Юмилька, Чак выпустил видос про Nickelodeon. Я смотрела их мультфильмы по ТНТ, ну а затем довольно поздно у меня появился сам канал, и я мало что на нем видела, но моя сестра понатела от этого канала, но я в те времена уже засела за компом и занималась там всяким разным. Интересно даже посмотреть, какие мульты тут засветятся, о чем будет говорить Чак, и поехали. Приветствую, сегодня мы с вами ныряем в ностальгический угар, и по многочисленным просьбам сегодня нас ожидает большое мультомыло по Nickelodeon Movies. Ну почти большое. Nickelodeon, как же много в этом слове трэш, боль, разочарование, кислотная, мерзотная чепуха, и нет, я сейчас говорю о старом Nickelodeon. Один из моих любимых культов, спасибо. За период своего существования, Nickelodeon через свое киноподразделение успели выпустить целую вереницу разношорстных интересных проектов. Они не ограничивались блока мультсериалов для ТНТ, поверьте. И сегодня мы утонем в ностальгии, покопаемся в ней вдоволь. Перед тем, как мы начнем, хочу пояснить одну важную вещь. Господи, рога и копыта, это тоже Nickelodeon. Я, пожалуй, эту мульту, эту игру, я проходила эту игру миллион раз. Разбирать сегодня мы будем только полнометражные мультфильмы студии Nickelodeon Movies. То есть никаких сериалов и подростковых кислотных лайф-экшн-фильмов. О них как-нибудь в другой раз, окей? Давайте же начнем наше ностальгическое путешествие. Приятного просмотра. Будет интересно, надеюсь. Спасибо. Ох уж эти детки. Я не любила этот мультфильм. Не знаю почему, но он меня бесил. Вот прям действительно раздражал. Я старалась как-то привыкнуть к нему, полюбить. Смотрела его, потому что, ну, блин, я думаю, вы сами понимаете, в детстве мои неравесники плюс-минус. Когда ты сидишь перед телеком и ждешь любимый мультик, и видишь вот это, переключаешь на другие каналы, там тоже ничего нет, и думаешь, окей, ладно, попробую посмотреть. Смотришь, но никак не заходит. И этот мультфильм был для меня именно таким. Но идея выдать главным карапузам Никелодиона собственное полнометражное приключение зародилась еще с самого начала трансляции оригинального сериала. В 93-м году Никелодион заключил контракт с 20-м век Фокс на производство мультфильмов по Рену и Стимпи, и, собственно, ох уж эти детки. Однако в 94-м компания Viacom, владеющая Никелодион, приобрела Paramount Pictures, и таким образом Paramount'ом перешли права на дистрибуцию фильма. В 95-м было основано подразделение Nickelodeon Movies, которое тогда же и начало производство полнометражек про деток. Режиссером выступил каноничный аниматор ох уж этих деток Игорь Ковалев, который задолго до сериала работал над приключениями капитана Врунгеля, пластилиновой вороны, и следствие ведут колобки. Ни хрен наш себе. А этот мультик я видела. Мультфильм занял целых три года, и на самом деле Никелодион делали достаточно большую ставку на свой полнометражный дебют. На гостевые роли они позвали Вупи Голдберг, Дэвида Спейда, Басту Раймса и даже Тима Карри. А для специальных музыкальных номеров они пригласили Лени Крабица, Игги Попа и многих других артистов, выступающих в самых различных стилях и жанрах. Мультфильм выпустили на больших экранах в ноябре 98-го, и должен сказать, что полный метр в данном случае для наших бэйбиков, конечно, оправдан. Это не очередная растянутая на полтора часа серия сериала. Полнометражку я не видела. Одна как, я бы не сказал, что это прям какой-то заметный плюс мультфильм. В начале наша мелочь пузатая воображает себе приключения в духе Индиана Джонса, и по мере действия оказывается в похожих приключениях, только уже в реальном мире. Разумеется, так как это произведение, ну, про очень маленьких деток, то сцены с рыганием, с саньом, с линями и прочими прелестями здесь неизбежны. Не знаю, может быть, поэтому мне этот мультик не нравился. Девос Малакасос своему мастерству научился, а я-то думал. Приправляется все это дело очень странными музыкальными номерами, которые ставлены совершенно не в попад и довольно сильно выбиваются из ряда повествования. Вот наши малыши приходят в роддом, или как они его называют, магазин детей. И начинается очень странная музыкальная ставка с болтающими младенцами и струями мочи, превращающихся в радугу. Нет, ну, определенно, мне что тогда не нравилось, что сейчас и дизайн у этих детей какой-то отталкивающий. Но рыжеволосый мальчик выглядит более-менее интересно, остальные языки какие-то прям, ну, не... Если Анжелика потеряет свою куклу, то, конечно же, она начнет забывать свою грустненькую девчачью балладу, ну, и так далее, и тому подобное. Честно говоря, я вообще не вижу смысла в этих музыкальных ставках, и создатели будто бы сами их стесняются, потому что они безумно короткие сюжетные ничего не привносят, лишь удлиняют хронометраж. Песни приглашенных артистов тоже ничем выдающимся не отличаются, и по итогу и мюзиклом это не назовешь. А потенциал приглашенных звезд, получается, слит в унитаз вместе с подгузниками. Но стоит попалить создателей за то, что мультфильм не получился филерным, и они как-никак продвинули местный лор вперед, выдав Томми маленького братика. С другой стороны, конфликт того, что старший брат ревнует младшего и думает, что его теперь будут меньше любить, это, конечно, стандартнейшая классика, и никаких великих драм с большими ставками здесь ожидать не стоит. Сами детки никаких заметных изменений не протерпели. Томми, отважный лидер, Анжелика, безумная девчонка-забияка, Чаки, застенчивые робки рыжий пупсень в очках, даже за очередные шутки в комментариях, и авторов можно похвалить из-за любопытного визора. Нарочито небрежный и уродливый стиль студии классики Чупа теперь обрел чуть более презентабельный вид. Мультфильм даже порой не чурает с размашистой постановки интересных ракурсов. В целом, ох уж эти детки получились очень незатейливыми. По-настоящему интересно смотреть их будет, пожалуй, исключительно карапузов. Скажу очевидную слюнявую Мэйми. Мультфильм обретает довольно большой успех, и собирать в прокате более 140 миллионов долларов при бюджете в 24. Конечно, зрители и критики остаются в основном недовольны мультфильмом, но кого это вообще волнует? Ведь, кажется, Nickelodeon нащупали денежные вымя и решили не отпускать шанс заработать на карапузах еще раз. И уже два года спустя выходит вполне законоверное карапузное продолжение. Ох уж эти детки в Париже. Сип Хилл подоспел уже в ноябре 2000-го, и на этот раз деток решили отправить в колоритные и безумные приключения в Париж. За место безобразия прост. Вот у нас есть злая тетя, которая ненавидит детей, и, следуя своим корыстным целям, хочет выйти замуж за папу Чаки. А есть добрая тетя, которая дружит с папой, любит детей, вся такая милая, прекрасная и бла-бла-бла. И закрепляется это сюжетным мотивом того, что Чаки хочет, чтобы у него была мама. Из-за этого в сиквеле основным героем становится как раз Чаки, который должен преодолеть себя, стать храбрым и остановить свадьбу злой тети и его папы. Мне кажется, вот это я отрывками, но по телеку видела, потому что что-то прям очень знакомое. Конечно, свадьба после пары дней знакомства вписывается в детское сознание, но по мне это полнейший абсурд достойной выпуска «Давай поженимся». Папа Чаки не может догадаться, что его пытаются надуть, и только наши малыши, запрыгнув на гигантского аниматронного динозавра, смогут сорвать планы коварной негодяйки и в последний момент не дадут свадьбе состояться. Безумно карапузно и максимально стандартно. Ну, хотя бы радует, что на этот раз нас не стали одаривать жутким калейдоскопом из слюней, от рыжек, детского плача, мочи, какашек, слизней, пердежа и прочих детских удовольствий. Не считая сцены, в которые Фил сожрал червя, но даже это классика. Музыкальных номеров на этот раз стало меньше, за что отдельное спасибо. Единственное меня смутило, что авторы решили странным образом пожонглировать колоритный тематик мультфильм. Несмотря на то, что наши пупсики находятся в Париже, добрую часть хронометража здесь эксплуатируется японская тематика. Тут тебе и ниндзи, и поющие сумоисты. Странно, а почему? А лягушки были? И гейши, и драконы, короче, видимо, для детского экшона Париж не слишком привлекательное место, и вот и напихали всякой клишированной чепухи. Сделали бы Японию, вопросов вообще не было бы. Копюсик Спайк у нас шатается по городу и поддается парижским романтическим хейдам. Сцена с пародией на Лидии Бродягу, кстати. А вот это прикольно. Здесь также всю дорогу пародируют крестного отца и в конце уморительно обыгрывают культовую цитату. Короче, у мультфильма есть свои приколюхи. Однако, как и в первый раз, заклинаю вас, ничего переворачивающее сознание деток не ждать. Скажу, ожидаем ремейк. Вторая часть деток зарабатывает в прокате 103 миллиона долларов и весьма теплый прием как у аудитории, как и у критиков. Чтобы уж не словить слишком сильный карапузный передоз, Nickelodeon решают выпустить через год очень важный для себя мультфильм. Джимми Нитрон, мальчик-гений. Лично для меня стало поднейшим шоком, что ноги сериала про нашего вундеркинда растут именно отсюда. Именно полнометражка про Джимми Нитрона 2001 года стала отправной точкой для одного из главных хитов Nickelodeon. Ведь обычно происходит наоборот. Примечателен он также тем, что является самым первым компьютерным мультфильмом Nickelodeon. И на самом деле мультфильм перед сознанием прошел достаточно долгий путь. Я вот сейчас смотрю на кадры из этого мульта, и персонажи у меня такие теплые прям воспоминания. И я даже сейчас, может быть, если было бы время, пересмотрела бы хотя бы там пару серий. Насчет полнометражки не могу сказать смотрела ее или нет, но может сейчас какие-то кадры увижу и вспомню. Дэвис изначально задумывал лайф-экшен фильм про сверх гениального мальчика еще в далеких 80-х. Продвинуть концепт не удавалось по различному ряду причин, в частности, из-за технических. И в итоге Дэвис забросил готовый сценарий раскатровки. Уже со стремительным развитием компьютерной анимации в 90-х Дэвису приходит идея воплотить свой сценарий в виде 3D-мультфильма. В 95-м выходит тестовый 40-секундный ролик, в котором наш головастый пацан носил имя Джонни Квазар. Кракометражка подняла нехилый ажиотаж в круге аниматоров и приглянулась Стиву Одекерку, основателю Оу Интертеймент. Одекерк и Дэвис объединяют усилия и начинают работать над приключениями Джонни Квазара. И осенью того же года проект представили президенту Никелодио Элми Хэлк. Оказался под впечатлением от Квазара и назвал его помесью Барта Симпсона с Альбертом Энштейном. Ну, лучше не скажешь. И Никки заказывает у Дэвиса 13-минутный пилот и просит его сменить имя Мальчугана, на что бы у зрителей не возникала путаница с популярным на тот момент Джонни Браво и Капитаном Квазар. После мозгового штурма Дэвис придумывает окончательный вариант имени Джимми Нитро. И после презентации в эпизоде Никки Лодио оказывается в таком восторге, что предлагают Дэвису снять аж полнометражный мультфильм, который бы стал отправной точкой для грядущего запуска сериала. Забавно, что главный герой был частично основан на самом Дэвисе. Тяга Джимми к изобретениям берет свои истоки у любви Дэвиса к научной фантастике, а удержимость ультралорда-мушина – это ссылка на тягу к коллекционированию Дэвиса в детстве. Влюблялся ли Дэвис в маму своего друга – большая загадка. А я хочу увидеть маму Джимми и ее лимонные дольки, ну те с рожицами. О, господи, там и такие моменты были. 30 меньше, чем у деток, даже как-то обидно на самом деле. Но прям безумно классно, что каждый персонаж в этом мульте яркий и запоминающийся. О, это я видела. И, конечно же, сначала дети оказываются в восторге от перспективы потусоваться безрозлых. Но потом оказывается, что без мамы жить-то плохо. Все так странно. Я не думал, что смогу съесть столько конфет. И, конечно же, Джимми с остальными детьми объединяются, чтобы надавать люлей глупым, яйцевидным пришельцам с огромным монстром курицей и спасти родителей, потому что родители – это хорошо. Вот такая вот базовая мысль подана в формате веселого, забавного приключения на полтора часа. Мультфильм просто целиком и полностью пропитан духом Никелодиновского безумия из нулевых. Даже начиная с самой идеи того, что для всех жителей Ретро-Виля мальчик-гений, изобретающий ракеты, телепорты, лазеры и атомные реакторы – это абсолютная обыденность. И интересная мысль заключается в том, что каким бы гением ты ни был, если ты отличаешься от остальных, то все вокруг будут считать тебя идиотом. Конечно же, по мере действия Джимми проявит себя с лучшей стороны и после все дружные ему скажут, что он молодец. И все это будет сопровождаться безумными образами с детьми на каруселях в космосе, гигантской инопланетной курицей, яйцевидными пришельцами. Ну, короче говоря, в этом о всем есть своя очаровательная тупость. Визуальный мультфильм не сильно отличается от сериала, и для 2001 года и такого бюджета, в принципе, выглядит сносно. Стоит признать, что у Джимми Нейтрона есть свой уникальный стиль. Образы достаточно минималистичные, но при этом дико запоминающиеся. И, разумеется, мультфильм закончится милой речью о ценности семьи и рыгающими родителями. О, господи! Что ж, это хороший мультик. Смешной, с хорошей моралью и звезд неба не хватает. И самое главное, что он сумел заложить зерно для будущего сериала, которое будет еще более безумным, крутым и безбашенным. Согласна. Мультфильм собирает в прокате 103 миллиона долларов. Его даже номинируют на премию Оскара, и уже спустя полгода Джимми Нейтрон успешно отправляется на телеэкраны. Здравствуй, сын! О, бля! Вишенка! Озвучка еще шедевральная прям. За полнометражным Нейтроном свой полнометражный дебют получает еще один большеголовый пацан. Арнольд? Арнольд! Дааа, я тоже обожала смотреть Арнольда, такой классный мульт. Еще в 1998-м Никки Лоден предлагает создателю Эй-Арнольда Крейгу Бартлету разработать две полнометражные адаптации мультсериала. Большое приключение нашего любимого Репоголового пошло разработку в 2001-м. И на тот момент уже успело выйти пять сезонов Эй-Арнольда. И изначально это должна была быть связка из трех серий под названием Арнольд спасает район. Проект должны были выпустить на телевидении и на видео. Однако уже после кассового успеха полнометражных охушетих деток и успешных тестовых показов готового материала руководство Paramount Pictures решило выпустить проект в кинотеатрах в виде полнометражного мультфильма. И уже в июне 2002-го перетрансформированный Арнольд выходит на большие экраны. Эй-Арнольд это довольно милое и ламповое шоу, повествующее об Арнольде. Добром и справедливом парне, которое по мере действия помогает друзьям, одноклассникам, взрослым решать какие-то проблемы и давать мудрые советы. Мне он всегда так безумно нравился, потому что какой-то здравый рассудок у ребенка, он так хорошо рассуждал, и даже когда взрослые вели себя неподобающим образом, он все равно старался найти справедливое решение тех или иных вопросов. Ну вы все равно! Я бы пересматривала. Чудаковатых жителей городка Хиллвуда, угарные остроты деда Арнольда, у которого голова кое-что напоминает, но опустим. Я об этом даже никогда не думала, вот пока он это не показал. Матерь, боже, как это развитить теперь? Это уже легендарная мемная помешанность Хельгена Арнольда и общая атмосфера приятного домашнего уюта. Все эти вещи не могут не подкупать. К тому же очень круто, что сериал частенько игрался с жанровой составляющей. Были уж жидковатые и забористо-приключенческие, даже очень грустные серии, способные пробить на слезу. Эпизод про дочку мистера Хьюна, наверное, вообще один из самых трогательных в истории телевидения. В общем, это заслуженная классика старого доброго Никелодиона, которая вполне спокойно уживалась с телевизионных рамок. Полный метр же попытался представить нам чуть более масштабную историю, которую внезапно приправили социальным подтекстом о том, что капитализм зло. Дело в том, что район, в котором живут наши герои, собирается снести некий злой толстосум мистер Шек. А после этого вместо старых домов должны построить огромный торговый центр. Жителям выплатят огромные деньги, но, разумеется, они выступают против сноса. Остановить Шека должны в первую очередь Арнольд и Джеральд. В мультфильме «Добрая половина хронометража» в Муссоли достаточно стандартную тему о злых корпорациях, которые хотят всё застроить своими торговыми центрами. Но, если честно, проникнуться местной драмой и конфликтами не совсем получается. Ведь если пораскинуть мозгами, по сюжету одни каменные джунгли просто собираются заменить другими, а наши ребята просто будут скучать по старым захолустым уголкам и магазинчикам. Но, конечно же, это всё будет подаваться под соусом агидок про плохих дяденек в костюмчиках. Без этого нельзя, это прогресс. Прогресса без жертв не бывает. Без боли нет прибыли. Морали сбиты до безобразия. Но главный плюс мультфильма заключается в том, как герои останавливают этих самых плохих дядек. Арнольд и Джеральд отправляются в довольно джентльменское и обаятельное шпионское приключение на автобусах, где до кучи завезли переодевания, прослушки, а с подтишка им помогает Хельга. И в конце мультфильм делает одну важную вещь. Арнольд и Хельга, наконец-то, по-другому. Конечно, глобально события мультфильма ни на что толком не повлияли. Район не сносит, злого богатого дядьку мы посадили, Хельга отшучивается, вновь хамит Арнольду и сливается. И таким образом мы приходим к изначальному статусу КВО, который сохраняется чуть ли не до конца всего в мультсериал. В общем, не сказать, что первый полный метр про Арнольда несёт какую-то сверхценность. Однако это не отменяет того факта, что это всё ещё милое, ламповое, ностальгическое действие, которое вполне заслуживает такую же ностальгическую еду. Но, к сожалению, на момент выхода мультфильм не пошёл в массы. И при скромном бюджете в 4 миллионов долларов он собрал ещё более скромные 15 миллионов. Планируемая вторая полнометражка, действия которых должно было происходить... Так рисовка прям... ...была отложена в долгий ящик, а сам сериал закрылся в июне 2004-го. Сиквел в итоге состоялся аж 13 лет спустя после окончания сериала, но это уже совсем другая история. А я не видела вот эту... В том же 2002-м Nickelodeon вспоминает, что у них остался ещё один мультсериал без полнометражного дебюта. Непорядок. Дикая семейка Торнбери. О! На волне успеха всё тех же ох уж этих деток Ники решают дать полный метр ещё одному телевизионному хиту прокачивать. Я помню эту девочку, но... ...чью семейку любителей. И его помню. Неужели я смотрела? Но название абсолютно незнакомое. Может так просто мельком видела? Интересно, что изначально мультсериалы разрабатывали Fox Animation. И перед нами должен был быть анимационный ситком для взрослой аудитории. Может я прям мелкой-мелкой была? Но, конечно, в итоге проект был отменён. Уже в 98-м году Ники подхватывают идею и создают на её основе семейный мультсериал. На самом деле, семейка Торнбери была довольно важным проектом для студий. Это был первый оригинальный мультсериал, который помимо детей концентрировался на взрослых и на их взаимоотношениях с детьми. Также Торнбери были первыми, кто затвердил формат 22-минутных историй. Это был набор достаточно простых схематичных приключений, в которых немножечко бесячая маленькая рыжая девочка Элайза умеет общаться с животными. И в итоге каждую божью серию Элайза воротит какие-то проблемы и сама же пытается их решить. Собственно, в полнометражном мультфильме происходит ровно то же самое. Элайза просит у мамы Гепардики поиграться с её детёнышами, а потом одного из них похищают злые браконьеры. И весь мультфильм наша девчуля носится в попыхах, пытаясь спасти зверюшку и исправить положение. Мультфильм просто, ну вот, под завязку, переполнен удобными случайностями. Вот только что Элайзу разлучили с семьёй и отправили в школу-интернат в Лондон. Но спустя 15 минут хронометража она без труда оттуда сбегает. И она также без труда покупает билеты на самолёт вместе с шимпанзе. Опс, она уже едет на поезде в Африку. Опс, раненый носорог. Опс, материализовавшиеся из воздуха ветеринары. Опс, родители неподалёку тусуются, ведь Африка такая же маленькая, не правда ли? И на всё это можно было бы закрыть глаза, если бы мультфильм постоянно не прибегал к таким дешёвым приёмам с чудесными совпадениями, которым ты попросту не веришь. Какое-то глобальное продвижение истории подспевает только к третьему акту. Тут появляется местный злодей-браконьер, угрожающий напасть на стадо слонов. И назревает оправданный конфликт между ним и Элайзой. В ключевой сцене Элайзе приходится рассказать о том, что она умеет общаться с животными, из-за чего она теряет свой дар. И неужели это задел на интересную сюжетную ветку для серия А? Я хочу вернуть тебе твой дар. Привет, шаман, который разорвал дар Элайзе. Как жизнь? Разумеется, дар возвращается. Браконьеры побеждены, гепардик возвращён и хэппи-энд. На самом деле, если абстрагироваться, полнометражные Торнбери вышли вполне нормальным приключением. И здесь можно похвалить мультфильм за то, что он учит любить и ценить живот. Мультфильм не уходит в дикий крим и пошлешь. Так что, если вас не пугает рыжий болван Найджел, вот это на серо, то смело можешь... Какая картинка ужасная была! Идти глянуть семью и подружину. От меня законная мэйби. Мультфильм собирает средненькую кассу в 60 миллионов долларов при бюджете в 25. Приятные воспоминания при виде рисовки, но смотреть заново я бы не стала. Потому что, если мне запомнилась только рисовка из этого мульта и всё, значит, меня особо тогда не зацепило. Насколько наша семейка не смогла принести колоссальных бабок Никелодеон, они решают год спустя расчехлить тяжёлую артиллерию. Чё там? Карапузы встречаются с Торнбери. О, Господи! В 2003 году Никелодион разыгрывают свой читерский козырь в рукаве и решают выпустить полнометражный кроссовер с героями из своих главных хитов. Продюсеры потирали ручки в надежде сделать свой самый кассовый полнометражный мультфильм. Замахнулись так, что аж Брюса Уиллиса на озвучку позвали. По сюжету детки с родителями попадают в кораблекрушение и оказываются на необитаемом острове, на котором, конечно же, тусуются Торнбери. Томми, будучи фанатом Найджелос, подвигает Карапузов на то, чтобы его найти. С этого момента начинается чистое зрелище на потеку маленьким фанатам. А что, если Дебби наткнётся на Анжелику? Ну вот вам, пожалуйста. А что будет, если Дебби наткнётся на Донни? И это есть. А что будет, если Элайза будет слушать Спайка? Ну, очевидно, он будет говорить голосом Брюса Уиллиса. Да, создатели позвали Брюса, чтобы он насмучил гиперактивного похотливого пса. Создатели решили снова помучить мои бедные уши и приправили это дело очередными бестолковыми музыкальными номерами. Мне не в детстве нравились мультфильмы. Я знаю, что не всем это нравится, но всё же. Даже в том же самом Аладдине там много довольно песенок. Но это прикольно. Группу The Clash зачем-то нелепо решили перепеть. В общем, наши герои разбиваются на группы, тусуются где-то вдалеке друг от друга до тех пор, пока не объединяются в конце после череды классических удачных совпадений. Это просто фанфик, в котором взяли героев из разных мультсериалов, поставили вместе в один кадр и больше ничего интересного не происходит. Не, ну фанатам, я думаю, приятно было всё это дело видеть. Так как я не фанатела от карапузов, как вы уже поняли. Ну и вот этот мульт про семейку тоже мне слабо запомнился. Получите мою новую, давайте поскорее закончим. А то я уже словил карапузный передоз. О, да! Собственно, зрители так же устают от малышей, и мульт проваливается в прокате, зарабатывая 55 миллионов долларов при бюджете в 25. Как детки, так и семейка Тонбери закрываются летом 2004-го. И с тех пор о них уже ни слуху, ни духу. Я сказал ни духу. Что? Да блин, я сказал ни слуху, ни духу, ну ё-моё! Слушай, Nickelodeon, это всё понятно. Ну хоть что-нибудь интересное у тебя есть? Я рисую, я подогреваю. Надеюсь. Губка Боб квадратных штарифов кино. Полнометражка про жёлтого квадратного гражданина пошла в разработку ещё с 2001-го года. Создатель сериала Стивен Хиллемберг был обеспокоен тем, что его сумасбродный мирок поместят в масштабную кинематографическую вселенную и долго не соглашался на проект. Уже в 2002-м над сценарием начинают работать аж 7 авторов. На удивление, пересмотрев сегодня мультфильм, я стал любить его ещё больше, чем раньше. Да, поначалу кажется, что приключение штанишек может смотреться уместно исключительно в рамках 11-минутных психоделично-комедийных сюжетов. Но на самом деле, спустя годы, понимая, что полнометражный губка Боб – это полноценная притча о проблемах взросления, поданная в неповторимом фирменном бобовском стиле. Меня очень радует, что авторы решили сделать полноценную крепкую историю, которая не кажется растянутым эпизодом сериала. Да, замес про противостояние Планктона и Нептуна кажется немного филерным, а дочь Нептуна будто вообще из другого мультфильма прибежала и выглядит как Велма, которую облили зелёнкой. Но на этом минусы мультфильма в общем-то и заканчиваются. Потрясный фирменный бобовский угар. Шутки с аллюзиями на то, что наши балбесы перебухали мороженого. Ну невозможно тут с кислой мордой сидеть. Некоторые сцены вызывают нереальные эмоциональные скачки. Эпизод с иссыхающим Бобом и Патриком поистине пугающе трагичный. Я аж помню, как сам чуть не сплотнул на этом моменте, пока сидел в кинотеатре. Где это видано, что мы могли заплакать на мультфильме про губку Боба? Купер, 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 Купер. Бедный, бедный спачбоб. Мне в детстве не особо нравились моменты, когда мультфильм переходил в фильм с элементами анимации. Я такое вообще никогда не любила. Сейчас, мне кажется, это классным и интересным ходом, но вот тогда... Стоит похвалить мультфильм за то, что подарил нам целую гору культовых мемаз. Начиная музыкальными номерами с Гуфи, Губером, заканчивая раздвигающимися квадратными сиськами Дэвида Хассельхоффа. Одним словом, великое кино. Ну, пожалуй, самое важное. Может быть, вы не знали, но по канону, хронологически, этот мультфильм считается последней историей про губку Боба. Наш желтый парень обретает веру в себя, находит баланс между инфантильностью и взрослой жизнью, становится директором второго Красти Крабса и Хэппи Энд. Вы же замечали, что в дальнейших сериях больше нигде не фигурирует Красти Крабс 2? Куда же он пропал? Да потому что первая часть — это канонический финал. И что бы ни происходило у нашего желтого засранца в сериале, всегда знайте, что его ждет достойный хэппи-энд, в котором его повысят до менеджера, а на заднем плане будет сладко проигрывать Оушен Мэн. Удивительно, что полнометражный губка Боба умудряется не скатывать стандартный бессвязный набор скетчей и остается цельным произведением. Полнометражка встает наравне с лучшими сериями сериала и при этом создает впечатление по-настоящему значимого никелодиновского блокбастера. Надо пересмотреться. Полнометражный губка становится самым кассовым хитом в студии на тот момент и собирает 141 миллион долларов при бюджете в 30. Опасения Хилленберга были напрасно. Полнометражный дебют губки удался. Да настолько, что сам Хилленберг называл его пиком франшизы. И после выхода мультфильма он заявляет, что хотел бы завершить на этом сериал. Но, разумеется, Никки Логион даже об этом слышать не хотели. Хилленберг в итоге оставил пост шоу-раннера и медленно, но уверенно сериал начал сдавать былые позиции. Мы, кстати, смотрели отдельное видео на эту тему. Если что, вы можете убить Юми или Спанчбоб поиски на Ютубе и, скорее всего, его увидите. Если не забуду, то оставлю ссылку в описании. Ну, а до сиквела оставалось еще долгие 11 лет. И что ж, Никки Логион удивили. И я надеюсь, что следующая их работа будет не хуже. Ооо, да! Хуже. Мне нравилось. Дораздо хуже. Я обожала в детстве этот мультигр. Дорогая копыта. Оо, да. Ну, этот мультфильм определенно существует. И я не очень этому рад. Режиссер-сценарист здесь. Не знаю, может, сейчас я взгляну и пойму, почему он так говорит. Ну, я обожала все вот это вот. Одекер, один из соавторов Джимми Нейтрона. И стоит подметить, что Одекерка – очень странная фильмография. В ней вы найдете первого Эйса Винтура. И годный Нечего Терять. И Брюса Всемогущего. И... Рога и копыта. Ладно, справедливости ради. Странного низкосортного шерпотреба у него тоже хватает. Но рога и копыта. Ну, чё не так? Каждому своё. Эх... Эх... Это противнейший нарциссичный идиот, который никак не справляется со своими задачами по мере действий. Невероятно отталкивающие гыгыкащие друзья, тупейшие людишки. И всё это с отвратительным дизайном, пластиковой анимацией, трэшовым юмором и атмосферой пошлого свистопердильного безумия. Какие приятные воспоминания. Дивитесь, рога и копыта стоили немного меньше первого Шрека и вышли на пять лет позже. И выглядит не очень убедительно. Видать, всё бабло на трясущееся вымя потратили. Ещё хуже, что мультфильм пытается в полноценную драму. Тут даже батя Отиса, заведующий всем скотным двором, в первой половине мультфильма умирает из-за злых койотов. Ничего не напоминает полный хакуна-матата. И всё это выглядит дико неорганично, коряво и нелепо. И не понимаешь, что мультфильм из себя пытается показать. То ли пошлую комедию нулевых, то ли драму уровня Шекспира. Вы уж определитесь, дорогие друзья. Я ревела на мунистерство. Понятно. Я не мог не обратить внимания на таких улёт. Ну надо же. Ты смотри, ты смотри. Ты такая... Я даже грязным себя чувствую, пока говорю об этом мультфильме. А мне же рвущено. Ну, я бы пересмотрела. Чисто понять, насколько мне понравится этот мульт сейчас. У меня был диск с игрой, который я проходила и перепроходила очень много раз. И там был момент с гольфом. Если кто-то играл, вы меня поймёте. Я не понимала, как правильно управлять. И я не могла пройти гольф, там, какой-то квест сюжетный. Полгода до тех пор, пока ко мне в гости не пришли подруги и не помогли мне. И вот на протяжении всех этих шести месяцев я каждый день заходила. Старательно пыталась сыграть этот гольф. Но на каком-то моменте стопорилась. И вот, ну, никак у меня не получилось. Вот настолько игра мне понравилась, что я целеустремлённо реально старалась пройти этот квест. И затем, когда мне показали, как всё это дело проходить. Показали нормальное управление. Я перепрошла этот гольф столько раз. Миль собирает кассу в 116 миллионов долларов при бюджете в 51, что можно считать кассовым правом. И по делу. На этом скотина ископытилась, сказала бы я, если бы они не выпустили сериал. Успешный сериал. Я явно ничего не понимаю в этом мире. Так что спасибо, я отчаливаю. Ну, каждому своё. Вот, может быть, Чаку Карапузу там нравятся эти детки там, да? Может быть, тебе тоже нравится, а не нравятся Рога и Копыта. Но я фанатею от этого мультфильма. Фанатею от столько лет, а вот эти Карапузы, ну, вот, что тогда, что сейчас, я на них смотреть не могу. Так что... О, да. Да, мне понравилось. Удивительно, как Никелодиум был шифт в плотной связке вместе со своими хитовыми мультсериалами. Будто им не хватало уверенности в том, чтобы раскрыть свой независимый потенциал. Исправится ли положение дальше? Спойлер, нет. Хотя, стоит признать, что некоторые авторы в будущем будут пытаться откреститься от образа коммерческого приложения к телеканалу. Но до этих попыток надо еще дожить. Так что впереди нас ждет много чего интересного. Слишком далеко не уходите, продолжение когда-нибудь да выйдет. Ну, а пока я... Если подумать, то больше всего у них окупался мульт про этих карапузов. И если вы от него фанатеяли или фанатеете, напишите в комментах вообще, почему. Мне интересно узнать ваше мнение. Насчет мультфильма Рогай Капульта, он был просто всегда таким ярким и драйвовым. Вот эту пошлую шутку я в детстве абсолютно не поняла и удивилась, когда увидела сейчас. Ну, а с тобой была Юмилька, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видос тебе поднял настроение, помог поностальгировать. И пока, до встречи в новых видео.